Здравствуйте, меня зовут Никита Полищук, я финансовый консультант компании THC-20 Tax Accounting, входящую в DP Group. В сегодняшнем видео мы поговорим о налоговой политике в области трансграничной электронной коммерции в Китае. Вначале я буду представить нашу компанию. DP Group была основана господином Карло Диего Д'Андреа, пионером итальянского права Китая, господином Матрео Джи, одним из первых италоговорящих китайских юристов. DP Group включает в себя четыре компании, о которых я расскажу в дальнейшем. Диандреа & Partners Legal Council – это многопрофильная юридическая фирма, которая собрала команду кофессионалов из разных стран мира, что обеспечивает возможность предоставления юридической помощи на разных веках. Клиентами и фирмами являются как крупные промышленные группы, так и компании среднего бизнеса. На данном слайде представлены услуги компании Диандреа & Partners Legal Council, такие как корпоративно-коммерческое право, экологический комплайнс, юридический перевод, защита прав интеллектуальной собственности, разрешение споров и другие. Eastern Communication Events – это международное агентство, которое специализируется на управлении социальными сетями, цифровом маркетинге, пиар-продвижении и планировании мероприятий. Агентство работает с международными компаниями, которые заинтересованы в развитии китайского направления на B2B и B2C уровнях. Chance & Better Education – это образовательная консалтинговая компания, которая предоставляет высокосрочные визиты в вузы, стажировки, помощь в выборе в вузов, а также языковые курсы и онлайн образование. И P2B – это консалтинговая фирма, которая специализируется в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. Наши услуги включают в себя бухгалтерский аутсорсинг, расчет и выплата налогов и зарплаты, далее это финансовый контроль внутреннего аудита, сопровождение сделок по освоению поглощения и других сделок, а также бизнес-процессутирование. TP-групп также выпускает практические руководства по праву Китая, которые доступны на ресурсе e-press, а также международные практические руководства, которые вы можете получить, обратившись к нам на электронной почте. На данном сайте представлены некоторые из наших клиентов, а здесь вы можете увидеть адреса наших офисов. Наш офис находится в Китае, в Италии, в Индии, во Вьетнаме и в Овен. Итак, как в северничной теме, налоговая политика в области трансграничной электронной коммерции в Китае. Наверное, первое, что приходит на ум, когда тема заходит об электронной коммерции в Китае, это компания Libaba, и день распродаж, это Singles Day, или, как он еще известен, Double LN, который отмечается 11 ноября. Для иностранных инвесторов Double LN выступает показателем внутренних потребительских расходов. Особенно внимание экспертов было приковано к результатам продаж от Double LN в 2020 году, чтобы оценить темпы восстановления китайской экономики, а также оценить уровень уверенности китайских потребителей. На данном слайде представлена инфографика, с которой вы можете ознакомиться более детально. Чтобы суммировать, продажи в 2020 году увеличились на 28% по сравнению с 2019 годом, во время праздника Double LN. В этом году праздник был немного растянут, более чем на один день, так как заказы можно было осуществить уже 21 октября. И в этом году важную роль в продажах сыграло лайв-стриминг. В связи с быстро растущим рынком электронной коммерции в Китае был принят закон об электронной коммерции, который направлен на улучшение регулирования рынка. Данный закон вступил в силу 1 января 2019 года. И в данной презентации мы отметим главные налоговые и таможенные последствия как для продавцов, так и для покупателей зарубежной продукции. Итак, данный закон выделяет 4 вида каналов зарубежных покупок. Первый – это заказ напрямую с зарубежных сайтов электронной коммерции. Как правило, потребитель ищет более аутентичные и товары более высокого качества. Здесь, например, это такие площадки, как Amazon, Macy's и другие. В Китае такие операции называются «Хайтал». Второй канал – это заказ через агентов по закупкам, которые оказывают помощь в оплате и доставке. Такой канал в Китае называется «Дайгол». Третий – это продажи иностранными компаниями своих товаров напрямую. Китайским потребителям через трансграничные платформы китайской электронной коммерции. Здесь, конечно же, примеры – это Taobao, Tmall, JD и многие другие. И обычная торговля – это B2B. Также китайское правительство выпустило циркуляр, в котором четко объясняют свою политику налогового обложения товаров, импортированных в рамках моделей трансграничной электронной коммерции. Также данный циркуляр предоставляет полный список товаров, которые разрешены к импорту в Китай. Отметим, что потребители, которые покупают товар, импортированный в Китай, как по модели прямой доставки, так и по модели таможенного склада, должны будут заплатить налог на импорт, включая тарифы, НДС на импорт и налог на потребление, если он применяется к конкретному товару. Далее закон выделяет налоги на импорт, которые включают в себя посылочный налог или parcel tax и композитный налог на квалифицированную трансграничную электронную коммерцию. Composite tax for qualified product water e-commerce. В данной презентации мы не будем разобрать технические аспекты данных налогов. Вы можете обратиться к нам на почту или в социальной сети, и мы будем рады дать вам определенный комментарий или провести консультацию. И так далее. Что касается иностранных компаний, которые решили создать дочернюю китайскую компанию для продажи своих товаров китайским потребителям. Для них налоговые последствия таковы. Такие компании должны будут заплатить импортную почту на НДС подоходный налог. А также важно будет позаботиться о транспортном ценообразовании. Так как китайская дочерняя компания будет покупать товары у связанной компанией и за границей, соответственно, очень важно провести четкий анализ транспортного ценообразования. И в заключение хотел бы отметить основные пункты и преимущества закона об электронной коммерции. Первое – это регулирование добросовестной конкуренции. Так, например, розничным торговцам теперь необходимо наличие бизнес-лицензии и полное наличие документации и налоговых деклараций. Далее – это усиление защиты интеллектуальной собственности, совместная ответственность до платформы, коэффициальности права потребителей и соблюдение налогового законодательства. Иностранным инвесторам важно позаботиться о полном соблюдении налогового законодательства, о подаче всех деклараций. В заключении хотел бы отметить, что для иностранных инвесторов предоставляется выбор модели, по которым они могут выйти на рынок электронной коммерции в Китае. Первая – это внутренняя модель, то есть открытие дочерней китайской компании в Китае со всеми налоговыми последствиями или трансграничной электронной коммерции. Наши эксперты в PHC-базе Tax Accounting могут предоставить вам консультацию, конкретно по вашему случаю, и провести анализ той или иной модели для выхода на рынок электронной коммерции в Китае. Благодарим вас за внимание. Если у вас появились или остались какие-либо вопросы, вы можете написать их в комментариях, а также отправляйте нам сообщение на электронный адрес, который будет указан в описании к этому видео. Спасибо.